Домский. Что там еще там давать? О, да, это давай. Ты будешь? Это вот Вова делает фигмент из нефлита. Ну как не, ну ты же вот сделал браслет, что? Не, ну мне сделали друзья, а я резьбу просто взял у нас, ну опять же сделаю, это первый раз. Вот я надеюсь, все начинают? Да, 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 ну машинка. Такой на колесиках машинка. А это Дима подарил, это старый браслет. Это, как говорил Бронислав Брониславович, это старая копия древнего предмета. То есть получилось так, что этот браслет попал и к Илье, и к Брониславу Брониславовичу. Ну причем, поверь, там уже вот это. Ну да, тут все предметы такие. Да, громадина. А это тоже Бронислава Цикада. Как там, гоня, принес человек тебе? Слушай, да, принес мне человек и говорит, так и так, мол, типа хочу продать. Ну типа просто говорит, что-то там попался ко мне предмет. Когда-то я там давно-давно его покупал в Бронислава в 2000 году, то-то-то. Я там что-то, я там помню, его сразу разобрал. Да, да, да. И после этого вернулся и, короче, я вон у Бога. Вот такие дела, да. Да. А, кстати, вот этот предмет был явно не мой. То есть, в смысле, я его носил, ну такой, но я понимал, что вот он, знаешь, ну вот есть такой, не мое. Вот этот предмет сразу мой. Ну то есть, вот я вот его взял в руки и все. И уже отлипнуть невозможно. А его можно другим людям бротать? Ну можно, если не боишься. Да. Это, короче, сделано из нефрита. Моих друзей, дед покойный, привез 30 лет назад в Украину. То есть, это уже старые добрые там цехи по обработке камня. У них, то есть, такая история. Ну, я думаю, что было бы очень неслабо сделать там какой-то один, два, три, пять браслетов. Таких вот. Да, да, таких вот сделать. И, ну, это реально настоящий нефрит. То есть, в смысле, это не прессованная крошка, не полимер с крошкой нефритовой. Не, там, чай этот, в смысле, не чай, да, не нефрит, который, ну, не камень, который выдают за нефрит, знаешь. Огромное количество там таких вообще всяких разных таких историй. Я тебя когда-то просил, давным-давно, когда ты еще приезжал еще с Семеном книгой, я тебе тогда говорил, можно мне, типа, перевязать их, но сделать вот, как там паракорд, каждую бусину. А ты мне такой говоришь, слушай, они ж тогда, типа, звенеть не будут. Ну да. Тебя ж в этом... И вот Вова выбрал путь... Не звенеть. Не звенеть, да. А я вот... Ну, это что-то другого. Да, да. Но у него звон идет от того, что он их как бы... Да, да, да. У него свое звенение. Это как шамбала, да, плетение вот эти. Ну, я понял, тут кобра сделана, она такая. Растягивается и вытягивается. Да, но я здесь по капле клея, я их вообще не снимаю. Здесь их... Он там один на разрыв 40 килограмм, а здесь их там, не знаю, 10-15-20. То есть полтона на разрыв. Я просто снимаю браслеты и бани, все эти вещи. То есть обычные нитки, ну, полгода максимум. Не выдерживает. Да. Вот это очень, очень классный. То есть вот он просто, он сам по себе, ну, такой. Это как бы была проба пирали, сделали большой. Но я надеюсь, на следующий день рождения мне достанется. Ну, то есть мне, если сюда пару браслетов еще поднакинуть, хороших, дорогих, неплохих. Слушай, ну, на самом деле, он же просто занимается там, ну, там, Тэцзэсюань, знаешь, ему нужны утяжелители, знаешь, на руках. Здесь предметы у меня вообще постоянно какие-то... Ну, видишь, такой шенчик вот забил. То есть какие-то есть предметы по-разному, как бы, действуют. Поэтому, ну, как бы, нефрит считается, что особо там снимать не надо. Или отдалять от тела, типа, пускай оно там находится рядом с собой в контакте. А так вообще считается, что человек питает нефрит, нефрит питает человека. Поэтому, типа, вот этот непосредственный контакт с тобой, он, как бы, вот этот взаимопроникновение. Чем больше, тем больше проникновения? Ну, судя по всему, да. Тут, знаешь, здесь же работает качество, а не количество. То есть, может быть, одна бусина, которая заменит 100 миллионов бусин. То есть, помимо... Ну, тут, блин, короче, такой вот, опять же, такой глобальный момент. То есть, есть твое включение в этот процесс, насколько ты это все чувствуешь, понимаешь. И вот у Вовы было там два, три, пять, десять десятков этих браслетов. Ну, он же выбрал один, понимаешь. И вот это. То есть, как это происходит? Как ты выбираешь чашку или чайник? Как? Как-то вот, то есть, стоишь и вот говорят, это мое. Ну, и так со всеми предметами. То есть, тут точно так же. Это вообще такие трансформации, не глыба вот эта 40 килограммовая пришла. А, приехала после него? После этого, да. То есть, такой мощный браслет. А у меня не мог его одеть никак. Предмет лопнул, разлетелся. Это даже не плохо, а наоборот хорошо. Он, как бы, принял на себя вот удар, защитил тебя. Как бы, весь удар пришелся на нефрит. Нефрит, как бы, уже свою функцию выполнил, отработал. И дальше, что хочешь с ним, то и делай. Хочешь, поставь его на полку, хочешь, выкинь, хочешь, носи. Дальше это уже твои дела абсолютно. То есть, ну, я говорю, как я это понимаю. И, соответственно, ну, я с такими предметами дружу. То есть, я, наоборот, и, как бы, знаешь, как типа, блин, там, собака тебя защитила. Знаешь? Ну, ты понимаешь, то есть, это смысле для меня это, наоборот, хорошо. То есть, это не значит, что в предмете заключено что-то злое, его надо выкинуть. Та не знаю, что нет. То есть, наоборот. Это как друг, знаешь, который, ну, да, пострадал в бою за тебя, но при этом он остался жив. То есть, поэтому я, как бы, с этими штуками дружу. Ну, и я много бы здорово задал вопросов по поводу, там, поврежденных предметов, каких-то треснувших, лопнувших, в которых, там, отломанный ус, там, я не знаю, еще что-то. Он говорит, ты, как бы, чувствуешь или не чувствуешь? Типа, как ты к этому относишься, ходишь, не ходишь? Если тебя оно там впечатляет, ты живешь сиденькой. Поэтому, как бы, ну, да. Ну, а Вова просто пошел дальше. Он взял его и собрал у себя на руке, понимаешь? Чего я даже не запер. Склеил на руке. Он размер такой, я бы не наделал. Угу. Я склеил его на руке. Где-то чистый, да? Да, да, да. То есть, вот так живем вместе.